Приветствую зрителей канала Заметки Нумизмата. Продолжаем наши встречи и разговоры о серебряных монетах Российской империи, в риме Николая Второго и сегодня хотел бы поговорить вот на такую тему. Часто, когда коллекционер, нумизмат начинает формировать свою коллекцию, то определяет для себя принципы, по которым он собирает. Ну, конечно же, это может быть определенная эпоха, скажем, остановился на эпохе Николая Второго, может быть вообще на Российской империи, но такая коллекция в любом случае чаще всего начинается именно с монет Николая Второго, как более доступных, несколько менее дорогих, хотя это, конечно, не всегда так зависит от редкости конкретной монеты, от ее типа, ее популярности, от многих других факторов. Ну, к тому же, монеты Николая Второго часто можно найти в весьма хорошем состоянии, которое радует глаз и такая коллекция в любом случае будет красива и интересна, ее можно показать гостям, действительно, такое увлечение, с которым можно поделиться. Далее, человек, естественно, принимает решение собирать разные номиналы, чтобы иметь такую подборку, тем более, что можно буквально назвать единичные годы, в которых монеты выпускались практически всех номиналов или близко к тому, что многие номиналы входили в длинную линейку в конкретном году. Ну, а что потом? Чаще всего люди начинают собирать, так называемую, погодовку, то есть разные монеты, разных номиналов, разных лет. Монеты выпускались в период Николая Второго с самого начала его правления, можно здесь брать как первый год 1895, хотя, в общем-то, какие-то монеты чеканились и в 1994 году, их можно считать переходными между временем правления Александра Третьего и Николая Второго, ну а последние монеты в Российской перече канились в 1917 году, во всяком случае с даты 1917 год, но, как я уже сказал, конечно, не всех номиналов. И вот встает вопрос, а насколько вообще цена такая коллекция, состоящая из монет разных лет, но одного номинала, может быть, остановиться на какой-то одной монете и хватит, образец, пример, конечно, тот выбор у каждого свой и каждый сам определяет, как он составляет свою коллекцию. Но хочу обратить ваше внимание, что бывает, даже монеты одного номинала соседних лет могут быть сильно разными, не обязательно по дизайну, а по каким-то важным знакам на них отраженным. И эта разница определена историей, поэтому, собирая такую погодовую коллекцию, вы собираете, в общем-то, символы эпохи и символы конкретного года. Можно рассказывать про каждую монету в соответствии с событиями, которые проходили в этот год. И для вас это будет, конечно, тренировка памяти, сбор, может быть, каких-то интересных фактов. А для ваших гостей и родных, тех, кто будет смотреть вашу коллекцию, это, конечно же, всегда увлекательный рассказ. И вот, для примера, я взял сегодня такой хвостик и, казалось бы, номинал. 15 копеек. Три года. 1914, 1915, 1916. Есть ли смысл вообще в коллекции иметь эти три, вроде бы, одинаковые монеты одного номинала трех соседних годов, выполненных в одинаковом размере, в одинаковом серебряном сплаве 500-й пробы? Давайте обратим внимание на надписи. В 1914 году под датой ниже номинала указан знак Монетного двора, СПБ. Совершенно правильно, монеты чекались в Санкт-Петербурге, а в 1915 году такого знака нет. Почему? Идет Первая мировая война. Петербург переименовывается в Петроград. Вот такие жесты национального самосознания, противления немецкому влиянию и духу переименовывают столицу империи. И, естественно, на монетах, выпущенных в 15-м году, знак СПБ стоять не может. Эта монета уже не Санкт-Петербургского, а Петроградского монетного двора. Но сам монетный двор никак на монете не отражен, разве что буквами, обозначающими инициалы Минцмейстера. На обратной страде монеты, внизу под орлом две буквы ВС, означающие инициалы Минцмейстера. На тот момент был им Смирнов. Но в 1916 году часть тиража 15 копеечных монет, также, как, впрочем, и 10 копеечных монет, размещается на заказ производства в Японии на Осокском монетном дворе. Эти монеты не имеют ни знака СПБ или Петербургский, Петроградский монетный двор, что, естественно, мы уже говорили о причинах, но они не имеют и знака Минцмейстера. Произведены они в Осоке, и данные японского Минцмейстера на них не указываются, так как монеты произведены по заказу Российской империи. Эта монета внизу, под орлом, не имеет никаких букв, инициалов и других обозначений. Итак, мы с вами имеем три монеты одного номинала, лишь трех соседних годов, но эти монеты совершенно разные между собой и выражают ту историю, которая была свойственна России в этот момент. Собственно, почему заказ был размещен в Японии? При начале Первой мировой войны Россия отказывается от производства больших номиналов, так называемой банковской монеты в драгоценном металле. Сам металл нужен, серебряные монеты высоких номиналов не выпускаются. 14-й год для полтинника последний, для рубля 15-й, да и то небольшим тиражом. Ну, о 25 копейках говорить не будем, их не выпускают с 1901 года. Но наполнять то обращение монеты нужно, поэтому принимается решение о чеканке гигантских объемов разменной монеты. И вот такие 15 копеечные монеты выпускались тиражами десятки, сотни миллионов штук, заменяя собой в обращении привычные рубли 50 копеечные монеты, поэтому и требовалось их чеканить очень много. Именно недостаток монет в обращении после чеканки 14-15 года вынудил обратиться к другому монетному двору, иностранному, для того, чтобы закрыть брешь в чеканке. Но и Япония, конечно, была выбрана не случайно. В Европе вообще грохочет война. Часть стран являются противниками России, страны-антанты союзники, но у них есть свои проблемы, свои потребности, им, конечно, не до чеканки монет для России. Поэтому выбирается достаточно современно наснащенный на тот момент монетный двор в Японии, в городе Осака. Вот, казалось бы, всего лишь из трех монет мы сложили целую историю и целую эпоху. Ну а собирать ли монеты вам с учетом года, с учетом разных номиналов вариаций или нет, вы каждый, конечно, решите для себя самостоятельно. Смотрите наш канал, подписывайтесь на него. Я думаю, вы увидите еще много других и тесных роликов и получите ответы на вопросы, которые, может быть, лишь хотели задать, но мы опередили вас, ответили на ваши вопросы до их появления. Спасибо, до следующей встречи.